Обсудить инициативу собрались все министерства республики. Отделения ОНФ Хакасии первыми в стране заговорили о том, чтобы выделить участки семьям с детьми-инвалидами в одном районе. Народники сразу же пояснили, это ни в коем случае не изоляция детей с ограниченными возможностями от общества. Смысл проекта – расселить все семьи льготников недалеко друг от друга на выделенных государством участках и там создать всевозможные комфортные условия, включая специализированные детские площадки, тротуары с желтыми плитами для слабовидящих, остановки, предусмотренные для колясочников. Я не вижу ничего плохого, речь не идет об изоляции. В семье их же не один ребенок, вот инвалид и все. Есть и здоровые дети, у многих подвои детей, то есть они все будут жить вместе. Воплотить инициативу ОНФ предлагает на землях пусть Абаканского района массив солнечный. Для льготников там предусмотрено две с лишним тысячи участков. Конечно, за родителями останется право выбора. Получить ближайшие два года землю в 25 минутах езды от Абакана, либо стоять в очереди несколько десятков лет, чтобы получить участок в республиканской столице. 1 января 2016 года зарегистрировано 2005 детей-инвалидов, которые воспитываются в 1847 семьях. На сегодняшний день у нас 489 человек по республике стоит в очереди на получение земельных участков. Инициативу Министерства здравоохранения, строительства и культуры поддержали. У такой застройки только плюсы. Уличная игровая площадка для детей-инвалидов стоит порядка 15 миллионов рублей. Ставить ее в каждом дворе города, где проживают инвалиды, не хватит никаких средств. Но если же в одном районе будут жить десятки особенных детей, на такое деньги выделить целесообразно. И, как заверил Минстрой, построить специализированный микрорайон не сложнее, чем обычный. Все, что необходимо. То есть просто нужно будет составить техническое задание. Проект планировки утверждается. Делается там параллельный проект межевания. Нарезаются участки, выделяются участки, собственно говоря, льготным категориям граждан. Выделяются участки для строительства объектов инфраструктуры. И все, собственно говоря, строится. От положительного ответа воздержалось пока только Министерство образования. Все же большинство идей общественников поддержали. Теперь УНФ создаст инициативную группу для сбора подписей согласных жить в Усть-Абаканском районе. Последнее слово останется за главой республики. И только после его согласия пилотный проект общественников станет реальным. Мария Добрынина, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.